здравствуйте сегодня хочу показали у меня тут такой творческий процесс на столе страшный балаган смотрите что творится ведь передо мной все вместе все в кашу потому что у меня какие-то идеи тут возникают здесь есть вот украшение что закончила потом покажу потом меня тут какие-то еще и еще идеи возникли в общем я их делаю вышла вот грибочек уже даже приклеила картонку чтобы его обшивать потом мне вот сейчас посреди другой работы пришла идея как украсить этот грибочек видите вот такой вот я сделала у меня тут такие поиски грибные начались и я хотела сделать такой гриб вот у которого вот такая вот сеточка есть такие грибы с такой вуалью крупные крупные такие у них как сетка на них вот это их часть но вот я подбирала сеточку вот такая черная у меня была она как-то мне не очень показалось тонкая золотистая она была слишком жесткая для меня и поэтому я выбрала фатин но фатин такой более крупными ячейками и пришила его мне показалось что не очень хорошо смотрится и тогда внутрь подшила всякие бусинки у меня были cbb или ccb пластиковые такие бусины с гальваническим покрытием и вот они не очень хорошего качества но я его туда внутрь зашила покрыла цапан лаком и они дали блеск но и тут вот уже стеклярусом потом еще дальше длину обшила вот они дают такой вот блеск этому грибу в общем я искала тут всякие формы и когда я уже закончила практически его мне показалось что это не хватает вот я начал искать сюда решение и уже заодно вот здесь вот этот низ вот так оформлю вот этой цепочкой сразу как она сразу добавила тут здесь окончания и эту же цепочку я хочу вот поставить вот сюда по краю этого грибочка поэтому мне придется это сейчас вот я сижу делаю вот такой грибочек будет на таких брушках очень хорошо техники всякие изучать потому что я тут вот и фатин немножко иначе применила чем всегда и вот такой у меня был еще прозрачный капрон я сначала им хотела прикрыть гриб потом что-то раздумала и вот сделала такую как бы основную ножку ну вот это вот эту железку обмотанную металлизированной ниткой вы уже знаете я часто использую в своих украшениях в брошках и вот такой грибочек будет я его еще не обшила еще не знаю как буду обшивать скорее всего поедками но вот эти части закончу покажу вам уже в окончательном варианте а тут у меня вот другая возникла идея это тоже будет грибочек вот такой грибок называется сморчок я купила свое время вот такие шатоны миксы от 4 миллиметров до 10 по моему сейчас посмотрю скажу вам точно вот микс 120 штук от 4 до 8 миллиметров написано это голд монтана ну вот потому что он в золотой цапе цапе под золото но он очень красиво смотрится вот этот цвет он такой берез темно-бирюзовый причем темные кабошоны они темные темные а чем крупные а чем они меньше тем они более светлые и потом мне не хватило для всей моей задумки размеров и я тут добавила еще вот несколько совсем маленьких немножко похожего цвета и между ними еще бусинки и вот когда я вшила вот эти крупные рондели потом я у себя обнаружила вот такие рондели вот такие вот зелено золотые и когда их начал сшивать не показал что я уже крупные зря вшила в общем но я их оставлю сейчас со второго взгляда я уже смотрю вот вложила на немножко чтобы как-то так освежить взгляд вроде ничего что я здесь делаю я тут вместо канители я хотела это канители делать а потом вспомнила что я покупала вместо канители вот такой шнур шелковый миллиметровый и вот им я делаю должна сказать вам что очень приятно им работать я его выкладываю как хочу обкручиваю вот эти шатоны и получается вот такое вот необычное качество а там вот где остаются вот эти маленькие отверстия такие вот что видно фетр я делаю я туда зашиваю вот рондели и бордовый фон не в принципе не мешает но если кому-то это мешает можно сделать форму вот основную зашить ее бархатом и сверху выкладывать вот этот шнур и тогда вообще тогда вообще получится что бархат внизу можно не зашивать его ронделями видите я использую обычную нитку но такого же цвета как шнур и ее практически не видно не практически вообще ее не видно и будет вот такой грибок сморчук я еще не знаю как я буду ножку делать ему хочется наверное оставить такого же светлого цвета чтобы поддержать вот этот шнур посмотрим что получится тоже вот я работаю над такими вещами что я вам еще хотела показать что еще тут сделала пока все пыталась сделать мастер-класс вот по этим брошам своим клубником никак так и не собралась его сделать если кого-то интересует как бутончики может быть напишите мне может все таки сделаю вот такие вот бутончики а пока я вышила вот так вот не знаю мне попался как раз кусочек вот такого вот бархата у меня тут был маленький совсем кусочек и лежал фетр такого же цвета и я так быстренько по-быстрому можно сказать вышила вот такую брошечку клубничку чтобы была еще одна в коллекции тоже тут вышивать особо нечего таких брошек уже на показывали целую кучу кучу вам еще процесс еще процесс еще процесс и есть несколько идей обещала когда-то стрелиться и вышить уже все подготовила мне ночью какая-то пришла идея вот я сделала основу и вот такой этой же стразовой цепочкой что я вот тут играю с ней она очень хорошо смотрится темно-зеленый стразовой цепочкой и вот здесь вот я выше рондели выложила от маленького к крупному и наоборот вот такую основу стрелиться и сделала но пока она у меня как-то притормозилась не знаю что не идет она у меня тоже вот лежит тут и ждет своего часа видите так что у меня процессов много кто удивляется моей работоспособности я прихожу просто работаю у меня маленьких детей нет и поэтому все нормально потом еще и делаю сейчас проверки фурнитуры тоже покажу вам отдельно я решила взять просто вот у меня есть фурнитура какая-то там да в коробке вот я всю прям ее беру эту коробку и начинаю проверять ее кладу в соленую воду ну расскажу вам это уже в следующем видео так что не забудьте подписаться на мой канал поставить колокольчик чтобы не пропустить следующие интересные видео и написать комментарий если вас что-то интересует чтобы я что-то показала новые какие-то процессы мастер-классы проверки пишите мне я постараюсь ответить на все ваши вопросы и ставьте лайки если вам понравились мои видео до следующих встреч ну а готовые броши грибочки вы увидите в конце этого ролика фотографиях а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok